Всех приветствую коллеги трейдеры, слушатели канала Cartel Traders Club. С вами Игорь Павленко, команда Unity of Traders. Очередной обзор сегодня понедельник, 10 февраля, 20 дней и конец зимы. Но очередной обзор, комплексный обзор, комплексный имеется в виду, напоминаю, что это не комплекс стратегий, а комплекс инструментов разных рынков, CVD, металлы, индексы, валюта и так далее, на которых создает какие-то ситуации, рынок создает какие-то ситуации, которые можно себе использовать по благо, то есть на этом заработать. И сегодня начнем мы с кэш-индексов. Индекс на 25. Интересен уровень 16, 616, извините, 616.40, вот он взялся, это падение, что цена сейчас делает, вот 16.60, 16.40, 16.40, круглый уровень. Открылась вверху, потом закрылась, сформирован ложный пробой двумя барами, и цена к этой цене, мало того, что еще подходила длинными барами с гэпами. Очень хорошая вероятность, и закрылась выше, вернее ниже, вот пятницу, пятницу закрылась, образовав ложный пробой двумя барами, очень хорошая вероятность на шорт. Шорт от уровня к уровню в район суда, в район круглого уровня 585.60. Откуда уровень взялся? Смотрим, вот смотрим, опа, не 60. Давайте посмотрим, какой-нибудь круглый уровень, 185.35, 185.35, то есть ниже этого лоу бара цена не закрывалась, видите, то есть эту цену отрабатывали, не втыкались, и закрытие ниже не было. Вот район 585.40, 585.50, в этот район, возможно, повтор падения вот такого. Вот сюда, повтор такого падения. Дальше индекс тоже кэшевский, кэш индекс GBP, 100 кэш индекс, да? Тоже интересен уровень вот хай этого бара, 74.45.75. Цена, что сделала? Она сегодня на открытии рынка открылась под уровнем, то есть пятница протестила, закрылась выше, а цена открылась гэпом под уровнем, да? Сделала пробой и обратно возвращается, а то сразу открылась ниже этой цены. То есть тоже большая вероятность, что дальше цена не пускают. И поэтому хорошая вероятность, что вот этот весь набор большими барами обратно был подгон, потом раз закрылась ниже. Поэтому ожидаю, что это будет повтор вот этого движения. Опять шорты. Откуда уровень 72.38.50? Вот это, смотри, 73.39.75. А вот он, по-моему, да? 32.38.85. И вот эта цена 72.38.50. То есть примерно вот так 85.50. Я просто круглую цифру взял здесь. Вот так ее держали здесь. Ложные пробои, ложные пробои. Потом раз, цена стала, протестила. Вот в этот район, чтобы не жадничать, ожидаю падения этого индекса кэшевского, да? Дальше следующий, третий индекс, который рассмотрим, это SP35. SPN, испанский индекс, который входит 35, 35 компаний, скажем так, да? Значит, тоже вот уровень 98.10.45, конечно же, вот хороший уровень. 98.15.50, 98.14.50. Но я его раньше провел просто вот по исторический уровень. Вот смотрите, падение вот это вот. 98.10.45. Вот цена, давайте увеличим немножко. Цена раз, и отсюда было сильное падение. Я его провел, хотя свежий, более свежий, конечно, вот, допустим, вот этот. То есть, если цена не закроется, то есть, 3 дня, тоже подходили большими барами, гэпы, вот, большие бары, гэпы, и 3 дня цена не закрывается выше. Пока цена не закрылась выше, давайте посвежее поставим уровень. Короче, пока цена не закрылась выше 98.10.45 или 98.10.50, чуть повыше, то хорошая вероятность, потому что был подход с большими барами, с гэпами, и 3 дня закрываемся ниже. То есть, если сегодняшний день закроется ниже 98.10.45, тогда большая вероятность дальше шорта, то есть, дальше не пускают, да, в район вот круглого уровня 97.06.50. Вот этот уровень, вот эти два удара, значит, проверим их, с первым выходом на этом уровне. 97.06.50, 97.06.50, копейка в копейку, ложный пробой, закрыть выше сразу, как первым. Поэтому первый выход, конечно же, на вот этом уровне, да, и закрываемся ниже, дальнейшее падение. Ну, первый выход, конечно, здесь. Вот такой коридорчик, и дальнейшее, возможно, дальнейшее падение. Дальше, среди бумажкой европейской, ну, да, кредит Агриколь. Ситуация такая неоднозначная, но, опять же, наблюдается. Сейчас похожие ситуации просто. Подход к вот этому хаю, да, 13.39, ну, 13.40. Большими барами закрылась, сейчас она открылась ниже, ложный пробой организовала. И закрывается, ну, пока день не закрыт, то есть, и если закроется ниже 13.40, тогда хорошая вероятность шарта в район 12.20. Вот этот, откуда началось 12.20, по-моему, где-то здесь повторение было 12.20. Ну, хорошая цена 12.20, ложный пробой и так далее, и тому подобное. В район 12.20. С этого точки обновился вот этот хайп, поэтому это уровень. Это АК и У. Дальше две валютки, которые интересны к рассмотрению. Вот Ауди Новозеландец с прошлых обзоров, я говорил, что очень следим за уровнем, потому что вот цену гоняли, 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 не закрывались, не закрывались. Ложный пробой уже не взят вот по вот этим касаниям. Ложный пробой двуя барами, еще два ложных пробоя, повтор, пункт, пункт. И вот сейчас что делается, она не дошла. И если закрытие выше 0.4580, хорошая вероятность лонг в район, если дневка закроется выше, подтвердит это все дело. То есть раньше закрытие не было, ложный пробой и так далее. Ну, вернее, ложный пробой двуя барами. То есть если цена закрывается выше 1.04580 круглого уровня, то хорошая вероятность в район 1.0660 круглый уровень, откуда он взят, не по закрытию, а вот смотрите, 1.160, цены держали в исторический. Смотрите. 0.0660 закрылись выше, только закрытие выше, пошли вверх. Здесь закрылись ниже, посмотрите, 0.06157 буквально на 3 цента, на 3 пипса, скажем так, то есть ниже. Ложный пробой шли вниз, то есть еще круглый уровень. Вот в район 1. То есть вот эта вот ситуация очень похожа на вот. Закрылись выше, пошли вверх. Закроемся выше, большая вероятность, что дальше Ауди-Новозеландец-Ломги. Очень хороший коридор. Так, дальше у нас Новозеландец-Канадец. Тоже такой незаметный якобы уровень, да? Но когда неизвестно что-то, плохо видится, то я, ну, по крайней мере, я так делаю, да? То смотрю недельку, и это вот 80, смотрите, 0.85255, если перейти на недельку, это вот откуда началось движение, смотрите. То есть цена закрылась выше какой-то, ну, там, какой-то цены на тот момент неопределенной, да? Опять выше, и с этой точки просто, видите, 0.85255. А прошлая неделя, видите, закрылась под 85-255. Что? Зеркало недельное. Переходим на дневку. Здесь это все на перебиве, но на моменте же мы торгуем в спекуле. Вот раз, ложный пробой, вход в шорты. И дневка закрылась, дневка, то есть неделя еще закрылась, только что смотрели под один сал, под уровень. Поэтому шорт, хорошая вероятность шорта, район 0.83-670. 83-670, вот этот уровень хорошо держит, закрылись и ниже не пускают. Горазовали уровень 83-668-670. Ниже закрытия не было, после того, как дневка закрылась выше этой цены, скажем так. И я организовал, и не ушла с него. Вот тогда в этот район. Здесь шорты, поэтому... Дальше пошли среди бумажки... А, вот еще... Ладно, еще ЕУ одну рассмотрим. Что-то я не туда засунул, ну ладно. Вот такая вот европейская бумажка, она вот здесь была, да? Давайте вот так и сделаю. Чтобы они все были, да? И вот рассмотрим ЕУ. Европейскую бумажку VIV пропустила, она просто у меня в листинге была внизу. Здесь очень интересный уровень, вот он, смотрите. 25-65. Вот так он тестировался. Раз, закрылись выше, ниже не закрываемся. И вот цена раз, два, подход к нему тоже большими барами. Бам-бам-бам. Закрытие ниже, закрытие ниже. Давайте проверим этот хай. Вл, вернее, 25-37. 25-37. Грубо говоря, почти обновление лоу. Почти. Если сегодня Невка закрывается, тоже ниже 25-65, то это шорты. Вот видите, как эту цену. Там уровень обозначили. Как только под него закрылись, видите, сразу пошло движение вниз. Поэтому здесь шорт, рассматривая 25-65, район 24-46, откуда этот уровень. А вот просто два удара 24-46. Смотрите, 24-46. 24-46. Цена закрылась, сделала этот район. Здесь не добила, протестила его. Кстати, вот закрытие 24-46, видите. И держит этот цену. Вот район 24-46. Вивью. Попишем его. Шорт. То есть, цена в шортовом диапазоне, в шортовой плоскости, скажем так. А кто торгует уровни, то у нас тренд, это, да, может кто-то скажет, против тренда. Ну, у нас тренд, цена зашла в шортовую зону, скажем так, плоскость. Значит, для нас это тренд шорт. Зашла в лонговую, у нас тренд дальше продолжается. Лонг. В данном случае цена зашла, не пустили ее дальше в лонговую зону. Вот в этот райончик не пустят. Пока не пускают. Вот в этот. Вот сюда. Посмотрим, какой из этих, 26-33, здесь ничего круглого уровня нет. Сейчас посмотрим. Да, вот нормально. Отниматься для выхода. Вот сюда пока я не пускаю. Поэтому здесь тоже рассматриваю лонг, а шорт, извините, в район 24-46. Так, это мы просмотрели. АК только что просмотрели. Нам главное сейчас закрытие ниже уровня должно быть. Дальше. АУДИНСД просмотрели. Так, это, да, вот. Новозеландец, Канадец только что рассмотрели. И дальше пошли среди бумажки. Среди бумажки американские. С прошлых обзоров уровень 0,50. Смотрите, как его жестко держат. Смотрите. 0,50. Лоу. 0,50. В прошлом месяце еще. 0,50. 0,50. 0,50. И смотрите, что сегодня делается. Оупен. Оупен, лоу. Да, ну, где не закрылся. По 0,50. Так вот здесь вот было, да. Клоу, лоу и клоуф 0,50. И так далее. Здесь просто лоу. Если сегодня день закроется над 0,50, тогда лонг. Буду рассматривать. В район 0,96. Вот тоже держали уровень падения. 0,96, 0,96, 0,96. Если закроется ниже, тогда еще лучше день не подождать. Присматривать к шортам. Пока для меня этот уровень интересен для лонга. Очень сильно держит 0,50. Полдоллара. Дальше. China Mobile Limited. Здесь вот такой вот интересный уровень, если честно. Смотрите, вот. 42,99. Ну, 43. 42,99. Такой уровень падения. И вот смотрите, что я сделал. Пятница закрылась, зашла в шортовую зону. То есть, она закрылась ниже. Бах. Если и сегодня не закроется выше 43, тогда шорт в район 41. Все. Вот смотрите, 41 удар, 41 удар. Вот закрытие 41. И здесь вот так вот. То есть, очень хорошо держит 41. Если обратно протестится и закроется ниже 43. Потому что пятница закрылась ниже. Нам желательно вот в таких случаях еще один день, чтобы закрылся ниже. Протестил цену 43 и закрылся ниже. При том, что обновление этого лоу-була. Сегодняшним баром. Поэтому здесь пока присматривайтесь к шортам. Если дневка, закроется ниже 43. Дальше у нас ФСХ. Сейчас мы подрихтуем уровень. Старый у меня стоит. Фрипорт Макмаран. Так, так, так. Вот он. На самом-то деле. Вот такой вот уровень. Вот он. 12.03. 12.01. 12.03. Вот уровень. 12.03. 12.03. То есть, это зеркало. Смотрите, отсюда цена ходила вверх. Давайте это пока уберем. Ходила вверх. 12.03. Здесь не добивало. Гэпом закрылись под него. И ровно упелись 12.03. И закрылись ниже. Если дневка тестирует уровень и закрывается ниже 12.03, значит, шорт в район 10.85. Вот вот эта цена гэпом. Открылась гэпом. Уровень 10.85. И дальше просто его тестирует и не дает закрываться. Видите? Ниже. Поэтому закрытие тестов уровня 12.03 и закрытие ниже 12.03, то в короче цена для входа 12.00 ровно в район 10.85 шоу. При условии, о которых мы только что проговорили. Дальше Squire US, SQUS, бумажка, уровень 79.80. Вот такая вот цена 80. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. То есть цена сейчас находится практически на... А, ну да. На хаях. Сейчас, одну секундочку. Да, господа. Прошу прощения. Нифига. Это сейчас по этой цене. Снимаем это. Не совсем интересно. Where US. Оттуда просто отложечка сработала, не успел выпускать. Потому что это с прошлых обзоров. 9.85 нужно было дождаться сегодня, чтобы день закрылся ниже. А он открылся, смотрите. 9.85 open и сейчас на 9.85. Если цена не закроется ниже, выше 9.85, тогда шорт. Сработал маленький, маленький. Ну, оттуда ничего там. Вот. 9.85 и вот еще второй 9.82. Но сейчас цена упорно 9.85 держит. Видите, закрытие все ниже. Один тест – они ложные пробои. И открылись сегодня на 9.85. То есть не выше, а не ниже. То есть держит эту цену. Если цена сегодня закроется ниже 9.85, то очень хороший шорт может получиться в район 9.02. 9.02 почему? Вот смотрите. 9.02 low. Ложные пробои двумя барами. И повтор 9.02 low. Копейка в копейку. 9.02. 9.02. Вот в район 9.02. То есть, если сегодня понедельник закрывается ниже 9.85, тогда хорошая вероятность шорта в район 9. Так, и это у нас вера. Вот так вот. Следите за отложкой, чтобы не было, как вот у меня сейчас. Отложечку поставила и сегодня не сняла. Она тупа открылась. Вот на этом движении вниз. Так. Притонсово-Соповская. Крепизующим. Ладно. Дальше. Бумажечка. General Electric Company. Уровень 13. Но опять 12.99. Я в таких случаях ставлю. Посмотрите. 12.99. Давайте так вот, чтобы было понятно. Лучше 13, конечно, ставить. Все-таки я считаю. 13 цена. Потому что нет на бирже таких центров. 99 в магазине. 12. 12.99. Смотрите. 12.99. Закрытие цены ниже пятницы. И с обновлением еще low. То есть, вот это все поджатие. Вот это вот поджатие уровня. Словлено вот этим. Вот этим. То есть, что теперь важно. Важно, чтобы цена протестила уровень. И обязательно закрылась ниже. Тогда шорт в район 10.79. Вот этот бар, откуда началось движение. Смотрите. 10.79. Давайте проверим. Вот этот бар, который падение. Вот это было. Вот протестил. Посмотрите. Вот это. Посмотрим, какое там закрытие. Ложный пробой. Смотрите. Закрытие 10.79. То есть, вот этот low. Значит, вот сюда. Хороший такой коридорище. Можно. Хороший. Если будут условия, которые мы все только что проговорили. И последние т. У меня на почве написали, что думаете о т. Я думаю, что о т. Рост продолжается, специально расписал ее. Откуда уровень 12. Смотрите, какой уровень 12. Смотрите, как он. Просто шикардос. 12, 12. Ну, здесь не пробивали цена на 12. Цена прошлой недели. Прошлая неделя закрылась на 12. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, то есть, неделя закрылась на 12. И вот сегодня с АСГЭПом. То есть, пятницу можно было вот здесь вот покупать ТЭВу. Вот с таким там стопом даже по этому самому. Куда держать ее? Ну, давайте так немножко. Вот смотрите. Уровень 14, 15. Смотрите. 14, 16. 14, 22. 14, 20. Даже 14, 25. Сейчас посмотрю. Вот это закрытие. 14, 20. Нет, 14, 15. Ну, 14. Смотрите. 14, 36. 14, 16. 14, 15. Смотрите, как его держит. Офигеться. Она держит 14, 15. Смотрите, видите. Вот. 14, 16. 14, 15. 14, 20. Вот. Бах. И тут же ее провалили. Вот сюда. С первым выходом. Так, чтобы не жать. Давайте посмотрим, что в истории 14, 15 не было. Смотрите, 14, 15. Видите, мы в истории. Не могут. Эта цена очень хорошо работает. 14, 11. И 14, это самое. 14. Лоу 14, 30. Вот этот лоу наш, 14, 38. Давайте подрихтуем так, для лоу. Может, 14, 30. А здесь вот это закрытие не нравится. 14. Ну, 14, 15, аж не жаль. Да? Почему? Потому что Тэва очень хорошо села на свое конька на 12. На 12, 0. Закрылась выше и несколько дней торгуется выше. И неделя закрылась выше 12 долларов. Все. Вот это у нас Тэва. Это пожелание. Я не торговал в пятницу Тэву. Но Тэву, смотрю, пока не закрылась ниже 12. А, у нас же есть. Рассматриваю лонг в район 14, 15. Вот такой калиборище. Закроется ниже, тогда шорт в район 8, 90. Все. Почему 8, 90? 93. 8, 91. 8, 92. 8, 93. 8, 90. А здесь? 8, 92. Ну, 8, 90. Ну, район 8, 90, 8, 92. Что-то я взял 8, 90. Не понял, почему. 8, 80. Ну. А, это для выхода. Ну, 8, 92, 8, 90. Вот такая вот ситуация по Тэву. На этом все, друзья мои. Соблюдайте риски. Соблюдайте свои торговые системы. То есть, занимайтесь системным трейдингом. Занимайтесь, занимайтесь системным трейдингом. То есть, соблюдайте свои торговые системы. Обязательно соблюдайте риски относительно своих депозитов. Да, пребудет с вами и с нами со всеми профит при адекватных рисках. Всем пока. С вами был Игорь Павленко, команда Unity of Traders. До следующего обзора, который будет в пятницу, наконец, в торговой неделе. Все. Счастливо.